Уважаемые коллеги, продолжается работа с этим 90-летним аккордеоном, который уже исполнил свой день рождения, я думаю. И сейчас здесь на рабочем столе левая клавиатура, а точнее левая басовая часть. Тут выясняется, что басовый сам агрегат, то есть резонатор, он несъёмный. То есть те люди, которые делали, они засмолили на веки вечные агрегат, они думали, что никогда он не расстроится, никогда голоса не сломаются, никогда голоса не расстроятся. То есть засмолили, что называется, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, как бочку дёгтем. И чем ещё там засмолили и в море выбросили. Так и здесь. Значит, настройка усложняется тем, что невозможно этот агрегат, вот этот резонатор поставить на линейку и делать с голосами, значит, необходимые наладки, то есть наладки и так далее, и так далее, и обработку голосов. Вот, например, как в этом случае туда приходится работать. Ну вот магнит брать, вот этот специальный магнит, он продаётся в интернете, усиленное здесь окончание, и им вызывать нужно голоса. Потому что, когда ты соберёшь этот баян, какой-то там голос у тебя не такой, да, и ты пока раскроешь, ты уже потерял этот голос, где его искать, Аллах его знает. Ну вот в данном случае выручает магнит, то есть магнитом можно определять высоту каждого, каждой из планок. Что видит уважаемый зритель? Уважаемый зритель видит, что эта нота соль, соль, гэ, и она на, там сколько, на сорок делений, на сорок центов, 20 до 40 доходит, она высит, вот, и чтобы её привести в норму, то есть, ну, опустить по высоте, нужно точить в самом низу будет, вот здесь, в самом низу точить, чем я сейчас и займусь. Вот, поэтому тут подложить что-то нужно тоненькое под этот голос. Ну, допустим, вот такой инструмент подложить, да, потому что, когда точишь, он нагревается, этот язычок, да, и затем он может вообще в ступор попасть, то есть замолчать. От нагревания, от перегревания ты его уже не услышишь, поэтому желательно вот таким инструментом туда заложить, поддеть и так далее. Ну, а теперь взять хороший точильный аппарат и точить в самом низу. Вот, а теперь попробовать, что он покажет, этот голос изменённый. Ну, чуть-чуть он тут ушёл на сколько там, на 7 центов налево, то есть, его теперь чуть-чуть приподнять нужно, то есть, вверху подточить, вот этот вершок, чуть-чуть его подточить. И теперь взять на контроль. Вот теперь ровно соль он показал, то есть, соль посередине стрелка была. И вот таким макаром приходится каждый голос лечить, лечить, лечить. Вот, а потом, конечно, проблема, когда, если отсутствует там в середине, с той стороны залог, да, как ты его, простите, будешь вставлять? Вот я хочу спросить уважаемых коллег, как туда ты его будешь вставлять? Значит, нужно снимать, срывать весь этот голос, всю эту планку, да, приклеивать с той стороны залог и затем снова внедрять. Вот такая работёнка предстоит благодаря тем людям, которые клеят на веки вечные вот такие вещи. То есть, обычно все снимаются, все вот эти резонаторы, да, чтобы с ним можно было манипулировать, то есть, выводить голоса, что-то заменять, даже часто заменять приходится планки. Итак, с вами разговаривал музыкант Сергей Замровский. Работа продолжается с этим инструментом, работа кипит.